Если вы молодой и талантливый, шансов для реализации в Европе меньше, чем в Соединенных Штатах, меньше, чем в некоторых странах Азии, Южной Америки даже, но больше, чем в Западной Европе. Поправимся не в Европе в целом, в Восточной Европе можно реализоваться, можно реализоваться в Польше, но пытаться реализоваться в Прибалтике, там просто слишком маленькая внутренняя экономика, но что-то интересное там может произойти, потому что экономика стала более глобальной. В Западной Европе только умирать. Задумайтесь о том, знаете ли вы хотя бы одну историю успеха молодого человека в Западной Европе. Может быть, какой-то молодой режиссер добился успеха, может быть, какой-то предприниматель создал невероятно успешный бизнес в Европе, может быть, какой-то IT-сектор появился в какой-то из стран Западной Европы. Вы этих историй успеха не знаете, не знаете их не просто так, потому что в Соединенных Штатах появляются Илоны Маски, в России появляются, будучи исторгнутыми из России, появляются Павла Дуровы, в Восточной Европе, в Польше появляется студия, которая создала «Ведьмака», например. А что такого интересного появляется во Франции? Что такого интересного появляется в Испании? Вы этого не слышите, не просто так. Там огромное количество старых денег, которые можно продолжать проедать, огромный запас технологий, которые позволяют этим обществом функционировать. Но молодому человеку душно. И стеклянный потолок, который нависает над человеком, не включенным в социальные круги, необходимые для того, чтобы добиться успехов, в Европе практически непробиваем. То есть, приехав в ту же самую Францию, вы можете рассчитывать на хорошую зарплату, на хороший наемный труд, но вы не можете рассчитывать на индивидуальный успех. На мой взгляд, это абсолютно удушающая среда. Среда, в которой я бы не желал оказаться ни себе, ни своим детям, ни кому-либо, у кого в жизни есть хотя бы капля амбиции. Но там комфортно умирать, потому что, да, вот вас похоронят, возможно, за государственный счет, за государственный счет будут держать на искусственной вентиляции легких. А пока вы не помрете, и потом похоронят. И все. Вот если как бы в вашей жизни амбиции заканчиваются тем, чтобы вас похоронило государство, ну, наверное, стоит поехать во Францию. А если у вас амбиции какие-то более далеко идущие, то я бы советовал выбраться в другое направление. И, собственно, объясняя эти другие направления, ну, посмотрите в сторону Соединенных Штатов. Я много критикую Соединенные Штаты, много про них говорю. Но я про них говорю не потому, что я их ненавижу, не потому, что я считаю, что там все хуже, чем в России. Это объективно не так. В Соединенных Штатах гораздо лучше, чем в России. В Соединенных Штатах гораздо лучше, чем в Европе. Там просто становится все больше, как в Европе. Демократическая партия США хочет превратить Соединенные Штаты в Европу. И я ненавижу за это демократическую партию США, потому что Европа – это катастрофа. Европа – это история того, как не надо делать современное. В Соединенных Штатах до сих пор работают суды, в Соединенных Штатах до сих пор есть пространство для роста экономического, для реализации собственных амбиций. Соединенные Штаты – это интересное направление для человека, который хочет в жизни что-то сделать. Поэтому, если вы решили уехать, посмотрите в сторону США, посмотрите в сторону Южной Америки. Южная Америка, в принципе, тоже интересное направление, просто потому что в хаосе всегда можно родить что-то новое и интересное. Но в Южной Америке все-таки хаоса больше, чем успеха.